любителям хорошей махорочки привет в этом году решил попробовать вырастить табак на своем участке заказал семена через интернет вот ну и посмотрите что из этого получилось а вот он на заднем плане табачок сорт филадельфии не знаю почему филадельфия он наверное растет там хотя я сомневаюсь ну и хрен бы с ним а сейчас конец августа наверно там какой наверно 25 26 августа вот он пошел в свет то есть самое время уже срывать листья вообще по классике то есть вот эти листочки верхние они более нежные то есть более такой деликатный табак не крепкий получается более нижний лист соответственно он более крепкий более терпкий более ароматный то есть кто как вот по своему желанию может миксовать кто-то полегче любит значит надо верхушки вот это молоденькие молоденькие у которых прожилок еще нету кто покрепший любитель соответственно нижний лист ну и крутить сигары то есть основной лист покрывной лист и сигар должен быть где-то среднего вот это вот и средней зоны табака потому что он во первых еще не такой жесткий у него не такие сильные прожилки как у нижних листов сейчас я переверну камер на ней плавно и так будет видно а вот у него то есть небольшие такие вот тоненькие тоненькие прожилочки эти листы они уже более грубые более сильные из них не получится покрывной но именно вот эти вот жилы не центральная боковые они дают самый самый аромат ну в общем сегодня их режу потом буду сушить наверное недельки две-три и что в результате получится покажу друзья ну наверное пришло время уже инвертировать собственно говоря высохшие табачные листы у них уже хороший звук свет все что мы делаем я взял обычный пакет вот складываю в одном направлении чтобы листки между собой не не сломались ночью я собрал целый пакет у меня сушеный сушеные листы табака и сейчас я их обычным пульверизатором это тут налит вода я буду смачивать вот очень так ну хорошо буду смачивать не знаю наверное грамм 100 воды со точно залью и оставлю до утра вот наступил следующий день я открыл пакет который вчера в который вчера укладывал табак теперь он стал пластичный так смотрите ну и дальше чтобы он уже доходил до кондиции я буду набивать его в трехлитровую банку то есть принципе вот начало инвертации инвертации уже положено посмотрите очень вот так теперь приступаем к изготовлению сигареты я сделал пресс-форму из пластиковой трубы с двух сторон распилил но не до конца и сюда сейчас буду закладывать скрученную ну собранный табак а вот то есть он мягкий не особо влажный конечно же то есть поддается прессовки то есть я сейчас уложил его а вот далее собираю ну в принципе вот он должен после этого немножко полежать отрезаю лишние части вот так как они не пригодятся их можно потом в виде махорки используют и приступаю к приготовлению клея клей сделал из натуральных веществ это вишневая смола и самогон то есть положил растворил далее беру покрывной лист беру и вот таким образом чтобы а внутренняя часть была с листа внутри то есть смотрите жил расположены гладкий лист снизу а сами жилы то есть внутренняя часть листа снаружи расправляя его ну как как получается как могу а вот необходимо будет впоследствии отрезать вот внешний вот этот край его сделать более-менее ровным а вот отрезая обычным кухонным ножом ну острым конечно же а вот подрезаю все неровности затем беру вот достаю спрессованную уже слежавшуюся сигару она полежала у меня наверное где-то день ну день сутки вот удаляю все лишние лохмоты беру клей который же тоже растворился это вишневая смола в самогоне намазу край и под углом где-то 45 градусов начинаю сворачивать сигару пытаясь ее немножечко поддавливать пальцами периодически смачивая покрывной лист таким образом сворачиваю и вот ну для того чтобы сформировать красивый рисунок снаружи сигары и сделать ее более упругую а вот здесь но особо никаких там требований не предъявляется то есть просто смачиваем прокручиваем немножечко уплотняем а вот уже в принципе вот мы можем увидеть что более-менее полуфабрикация из сигары готов один край у нас будет основной через который мы будем прокуривать сигару другой будет у нас край через который мы будем поджигать закручиваю уплотняю края вот этот необходимо отрезать то есть через него мы будем именно прикуривать сигару теперь делаем говорят шляпку или как она называется ну не знаю не суть я вырезаю обычный квадратик обычный квадратик не буду заморачиваться кругом то что нефиг мне это неохота также смачиваю его клеем и уже формирую на сигаре вот эту вот шапочку это сделано для того чтобы сигара не высыхала в процессе хранения то есть после того как я ее приготовлю она еще несколько дней должна отлежаться ну в принципе вот такая сигара сантиметров 14 наверное получилось у меня все лишнее я сейчас подрежу а вот и на несколько дней ее оставлю на чистом воздухе хранится ну как то так в общем посмотреть что получилось у меня смотрите сигара запечатаны все нормально здесь обрезан этот кончик она довольно такая плотненькая конечно это по стандартам сигар не подходит диаметр у нее получился ну наверно где там сантиметра полтора не больше точно не больше то есть классификация она не пройдет по длине уже ну не знаю там сантиметр наверно 14 вот назвать ее каким-то классом блин язык не не поворачивается ну фиг с ним попробуем какая на вкус какая что сегодня в гостях нахожусь он мой свояк сейчас ним как раз и будем тестировать я-то не особо так ну понимаю разбираюсь в этих делах а свояк короче он прошаренный тип он уже много сигар короче выкурил так и ну он скромный парень уходит из кадра вот сейчас мы сейчас короче обрезка давайте до время давай уберем вот это все лишнее все вот ништяк сейчас мы будем взрывать террик поджигай сначала ее прогрею чуть-чуть вот так-то грею 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 дальше короче вот так серый подноси близко близко не надо чуть-чуть еще не прогрели то есть смотрите должна быть полностью вот это крайне горит это неправильно чуть-чуть курить загорит твой загорителю и зажигая сам поднесу сигару серый для ребят вообще огонь чуть-чуть каш отлично ты скажи чё вкус какой крепко не крепко потому что я вот но в этом особо не шарю ребят крепкость умеренная вот то что надо на самом деле отлично отличные сигары смотрите а я ну вымачивал немножко табачок чтобы понизить крепость тянется как тяжело легко тянется хорошо но нельзя долго с ней сидеть а то он потухнет да а давай как раз попробуем давать перерывчик сделаем какой-нибудь ребят есть короче в этой сигаре в моей крученный косяк я блин херово проклеил вот это вот покрывной лист вот если посмотреть сейчас я блин вот так наверное вот он расползает поэтому когда ты тянешь ты воздух тянешь уже все он короче от температуры разошелся вот в этом у косяка начинает разворачиваться в целом блин вот это вот ну надо значит больше клей короче добавлять а так табачок получился очень хороший смотрите пепел четки держится хорошо в этой структуре все блин вот тут край конечно у меня потух не знаю почему но в целом экспериментом я довольна серый давай короче сейчас мы проклеим все нормально и докурим уже хорошо пошли вискаря в мажем самогоночки пошли в мажем блин и покурим уже пошли до